На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Елена Волкова. Вначале коротко о главных событиях понедельника и выходных. Здесь все грохоталось, все шумело, страшно было на улицу выйти. Последствия природной стихии. Шквалистый ветер разрушил кровлю одного из домов первого микрорайона. В это вникнуть надо, сесть от дома и вникнуться. Сдать декларацию по форме 3 НДФЛ можно быстро и без очереди. Декларационная кампания 2015 продлится до 30 апреля. Я думаю, что это самое, наверное, красивое зрелище, которое может быть только. Самбо-румбо, ча-ча-ча. Нефтьюганский завершился второй этап окружного чемпионата по бальным танцам. Несвоевременный отчет о доходах может обернуться расходами. Штраф в размере 1000 рублей заплатят те налогоплательщики, которые до 30 апреля не сдадут декларацию по форме 3 НДФЛ. У кого возникает обязанность по предоставлению отчетности и как избежать очередей в налоговой, смотрите в сюжете. Декларационная кампания стартовала 1 января. За три месяца около 2000 налогоплательщиков нефтьюганского региона сдали документы по форме 3 НДФЛ. Однако их можно разделить на две разных категории. Те, кто обязаны подать декларацию в срок до 30 апреля и те, кто имеет на это право. Иными словами, за имущественными и социальными вычетами пока обращаются чаще, чем отчитываются о полученных доходах, а значит, выполняют свои обязательства. В первую очередь граждане, которые осуществили продажу личного имущества, как движимого, так и недвижимого, находившегося у них в собственности менее трех лет. На сегодняшний день в адреса данных налогоплательщиков направлены уведомления, напоминания о том, что у них есть такая обязанность. Но не во всех случаях они должны предоставлять декларацию. То есть случаи есть разные. Кто-то просто передарил родственникам близким, кто-то просто перерегистрировал транспортное средство. Сдать декларацию можно, обратившись в инспекцию по почте и в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. К последнему, более удобному способу прибегают немногие. Светлана Помогалова, например, уже 9 лет ходит в налоговую с кипой бумаг. Стоит в очереди, а еще и платит агентам, чтобы те заполнили декларацию по форме 3НДФЛ. В электронном, в принципе, я собираюсь с этого года уже начать, чтобы у меня было. Потому что неудобно так. У меня есть специальная папочка, в которой все сложено. Ну, наверное, передумаешь и на электронный. Просто в это вникнуть надо. Сесть вот дома и вникнуть. Все опасения и даже неуверенность налогоплательщиков, по мнению инспекторов, излишни. Сдавать отчетность через интернет намного удобнее и быстрее. Достаточно одного вечера, чтобы получить неквалифицированную электронную подпись, заполнить декларацию в специальной программе и отправить ее вместе с отсканированными документами в инспекцию. Все подсказки есть здесь же, на сайте налог.ру. А вот те документы, которые налогоплательщики приносят в бумажном виде, усложняют задачу специалистам и требуют более длительной проверки. Для того, чтобы проверить декларацию, то нужно взять всю пачку. Соответственно, начинаем с каждого плательщика и начинаем проверять все, что он нам приложил. То есть все документы, которые он приложил. Естественно, это занимает массу времени, это неудобно. 15 и 16 апреля в налоговой инспекции пройдут дни открытых дверей. Это удобное время, когда можно сдать декларации или получить пароль от личного кабинета налогоплательщика. При этом не стоит забывать, что крайний срок подачи документов 30 апреля. За нарушение штраф не менее 1000 рублей. Светлана Рябисова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». В «Нефтеюганске» наградили школьников, которые лучше всех знают правила дорожного движения. 60 девчонок и мальчишек приняли участие в городском этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов «Безопасное колесо». Позади теоретический курс, фигурное вождение велосипеда и проверка знаний по оказанию первой медицинской помощи. Ребята от 10 до 12 лет демонстрировали, как ловко им удается управлять велосипедом и верно оценивать ситуацию при оказании первой помощи. Определить сильнейших, по словам организаторов конкурса, было непросто. Каждый из ребят в чем-то был силен. Правда, выявить победителей – не основная задача судей. Главное – сформировать правильное отношение к дороге без создания опасных ситуаций. Несколько человек с класса тренировались, катались на велосипедах, и потом нас отобрали. Потом мы ходили сюда в школу безопасности, там катались. Мы хорошо тренировались и выложились по всем своим параметрам. По итогам конкурса первое место завоевала команда второй школы. По количеству баллов немного уступила четвертая общеобразовательная. Третье место досталось воспитанникам из школы развития номер 24. Сборная города в составе четырех человек будет защищать Нефтьюганск на окружном этапе в конце апреля, который пройдет в Нижневартовске. Внимание! Ожидается очень сильный ветер, град и метель. Закройте окна, на улице обходите рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей. По возможности не выезжайте за пределы населенных пунктов. Такое предупреждение получили нефтьюганцы в субботу. Эти рекомендации многим пригодились, поскольку порывы ветра достигали 26 метров в секунду. Экстренные коммунальные службы также были готовы к нестандартной ситуации. Репортаж нашего корреспондента. Шквалистый ветер прошелся по всем уголкам нашего города. Не осталось ни одного района, где ураган слегка не добедокурил. Он обрывал электрические провода, разворачивал дорожные знаки. Несколько десятков многоквартирных домов остались без электричества. Однако сегодня уже практически ничего не напоминает о вчерашней непогоде. Для сотрудников ЕДДС вчерашнее утро началось не с чашечки кофе. Телефоны звонили не переставая. За день дежурные приняли более 400 сообщений. Это в пять раз больше, чем обычно. Еще перед выходными единая диспетчерская служба получила неблагоприятный метеопрогноз на воскресенье. На предприятиях и учреждениях города были уведомлены о том, что прогнозируется такая ситуация. На предприятиях и учреждениях в связи с этим были усилены аварийные бригады. Ну и прогноз, как мы сами видели, в воскресенье прогноз оправдался. На семи многоквартирниках ветер повредил обшивку, где-то сорвал кровельное железо. От прихоти матушки природы пострадали некоторые остановочные павильоны. В отдельных домах 4, 12, 14 и 15 микрорайонов из-за обрыва кабеля на пару часов отключился свет. В Юганск-Водоканале пришлось запустить резервное питание. Самое сильное пострадало это у нас 11-11А микрорайон, там где наблюдалось большее количество коротких замыканий. И там происходило буквально отключение целых улиц. В ЮТЭК, который обслуживает у нас город, были созданы 6 аварийных бригад, которые в оперативном режиме работали в течение дня. В итоге им удалось в кратчайшие сроки все это ликвидировать. Своенравность погоды вчера ощутил практически каждый, даже те, кто наблюдал за ураганом из окна. Но если одних неистовый ветер испугал, то другие занимались обычными делами, ходили по магазинам и гуляли с детьми. Я нет, не выходила в такой ураган. Дома сидела. Выходили гуляли с собакой. Но видели, что лист летел. Но он туда пролетел, я даже не видела, куда он опустился. Специалисты отмечают, что за последние пару десятилетий климат на севере сильно изменился. Не только в том, что зимы стали мягче, а лето прохладнее. Но и в том, что периодически дает о себе знать вот такой сильный ветер, прежде для нашего региона не характерный. Инна Новикова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». По словам руководителя департамента ЖКХ, масштабных разрушений и городской инфраструктуры нет. Сейчас практически все небольшие повреждения устранены. Работа идет в штатном режиме. Сегодня, когда ветер стих, управляющие компании приступили к восстановлению кровель. В этом смысле больше всего пострадал 20-й дом в первом микрорайоне. Он практически остался без крыши. Шифер летел с пятиэтажки прямо на тротуары. Пострадавших по счастливому случаю не оказалось. Михаил и Валентина Горины живут в 20-м доме 43 года. За это время горожане никогда не сталкивались с такими серьезными последствиями сильного ветра. После обеда, когда случилось ЧП, семейная пара находилась в квартире. Выглянуть на улицу не рискнули. Все грохотало, все шумело, страшно было на улицу выйти. Все летело и буквально, в прямом смысле, уже под вечер смогла выйти до аптеки, дойти. И то было страшно, потому что шаг вперед два назад. Вот и все. А так где-то только ночью чуть-чуть тише стало. Логализовать последствия непогоды работники управляющей компании пытались еще вчера. Шифер застрял в ветках некоторых деревьев. Их пришлось спиливать. ЖУ-3 обслуживает многоквартирник с 2007 года. На крыше проводился лишь текущий ремонт. Сейчас главная задача коммунальщиков – помочь подрядчикам устранить последствия. Сейчас в первую очередь восстановить поврежденные участки, чтобы вода не попадала, чтобы жильцы не жаловались, чтобы имущество не пострадало. 30% кровли с внешней стороны пятиэтажки было повреждено. В этом году 20-й дом попал в список капитального ремонта многоквартирников. Приступить к ремонту кровли этого многоквартирника подрядчик планировал 1 апреля. Однако из-за непредвиденных обстоятельств график работ кардинально изменился. Уже сегодня сотрудники компании провели обследование. Завершить работы планируют в течение месяца. Начну с чердачного помещения. Там подрядчики полностью поменяют пары и гидроизоляцию. Также заменят утеплитель и стропильную систему, то есть основание крыши. Однако главное новшество – цветной металлопрофиль вместо обычного шифера. Отметим, помимо 20-го дома СИП «Спецстрой» проводит капитальный ремонт и других многоквартирников. Допустим, электрику мы уже в каких-то домах приступили делаем. Также и кровли мы так уже приступили в других делаем. Но так как сейчас это самое, мы ресурсы сюда кинем, потому что уже 15-16 дом у меня. 13-й дом, как бы он в первую очередь мы уже начали, как бы работаем уже там, да. Ну сейчас сюда за нее возьмемся так, чтобы ускорить это. Гарантийный срок ремонта – 5 лет. По словам подрядчика, всю работу сделают качественно. А значит, жителям многоквартирника можно не волноваться за сохранность имущества и личную безопасность. Кристина Кощерова, Евгений Трефилов, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Как привлечь внимание подрастающего поколения к опасности экстремизма? Педагоги Центра молодежных инициатив нашли ответ на этот вопрос. Студенты-старшеклассники на протяжении двух дней рассматривали пути решения конфликтных ситуаций на форуме-театре под названием «Экстремизм глазами молодых». О, здравейте бы вы. Я сейчас слушаю камеру. Ребята, не подскажете, какая это улица? О, парень, ливите, москаль. Ну что, повеселимся? В смысле, то есть? И что ж ты москаль? Ребята, стоп, стоп, стоп. Молодежь – одна из наиболее уязвимых для экстремизма социальных групп нашего общества. И обратить их внимание на эту опасность обычными докладами и лекциями достаточно сложно. Поэтому педагоги Центра молодежных инициатив предложили участникам форума на практике прочувствовать конфликтную ситуацию и смоделировать пути ее решения. Мы не сидим, не пишем какие-то лекции, а общаемся друг с другом, проигрываем какие-то ситуации театральные. Основная цель форума театра – донести до подрастающего поколения то, как можно противодействовать распространению идеи экстремизма в молодежной среде. Участники совместно с экспертами и педагогами моделировали и обсуждали конфликтные ситуации, причины их возникновения и пути устранения. Аудитория подсказывает какие-то идеи и пути решения этой проблемы. То есть с негативного какого-то проявления мы выходим на позитивное проявление, на позитивное решение этой проблемы. Актерами форума театра стали более 20 неравнодушных к актуальной проблеме юных нефтеюганцев. На протяжении 2016 года такие встречи пройдут еще не раз. Юлия Британова, Денис Смолев, телерадиокомпания «Юганск». Ча-ча-ча, пасадобль и вальс. Второй этап соревнований по спортивным бальным танцам накануне прошел в Нефтеюганске. Как выглядит красота, пластика и грация в парном исполнении узнала наша съемочная группа. Всего 420 пара, это значит более 800 спортсменов вышли на танцевальную площадку «Олимпа». Отметим принять участие в открытом окружном фестивале приехали участники из Ямалы и Томской области. Судили танцевальное искусство более 10 членов жюри. Это популяризация танцевального спорта, развитие его, приобщение детей к здоровому образу жизни, к любви к искусству. Ну и я думаю, что это самое, наверное, красивое зрелище, которое может быть только. На подготовку к окружному фестивалю у этой пары ушло порядка месяца. От 45 минут до 3 часов тренировок в день. Трудностей, признаются Лера и Слава, не было. Ведь за плечами ребят соревнования разных уровней. Ездили в Москву. Заняли 5 место. В ханты ездили, занимали первые места. На каждое танцевальное направление спортсменам дается по 2 минуты. Здесь европейская и латиноамериканская программы. В зависимости от уровня подготовки пары, то есть в соответствии с классом, у танцоров усложняются фигуры. Например, пасадобль начинается лишь с группы С. Кстати, это предпоследняя ступень перед чемпионством, когда спорт превращается в искусство. Основные критерии – это, в первую очередь, музыкальность, то есть попадание в удары, которые... Второе – естественно, линейность. Третье – обученность танцоров исполнять определенные фигуры, в той последовательности, в которой они у нас прописаны. Ну и, естественно, спортивная самосоставляющая. Насколько они активны, насколько они могут замедляться, устраиваться и так далее. Ксюше и Ярославу почти 9 лет. Несмотря на свой юный возраст, ребята танцуют в паре уже пятый год. Сегодня трудности в исполнении спортивно-бальных фигур возникли лишь в бразильской самбе. Ведущий партнер не смог вовремя раскачать напарницу. Однако, по мнению ребят, в таком случае действует одно важное правило. Ну, нужно улыбаться. Какие будут хореографические направления, каждый класс знает сразу. В этом и особенность соревнований. Номера готовятся заблаговременно. Неизвестно одно, под какую музыку придется танцевать. Здесь главная задача, которая стоит перед спортсменами – отсчитать ритм и вовремя вступить в следующий такт. Танцевальный спорт как в Нефтьюганске, так и в регионе в целом стремительно развивается. Об этом говорят многократные победы наших бальников. Причем не только на окружных российских турнирах, но и международных. Сегодня пары набрали очки в копилку личного рейтинга. Звезд Югры и члены жюри определят в ноябре на финальных соревнованиях, которые пройдут в Мегионе. Кристина Кочерова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». И последняя информация. По данным Хантамантийского центра гидрометеорологии, во вторник, 22 марта, снова ожидается шквалистый ветер, сильный снег и метель. В связи с опасными погодными явлениями соблюдайте меры предосторожности. На этом у меня все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтьюганске» и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.